Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа-регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Осторожно ли достав? Управление гражданской защиты населения предупреждает об опасности выхода на лед. Экскурс в историю. В годовщину снятия блокады Ленинграда свидетели тех событий встретились с молодежью. День студента по-анапски. Зимний бал теперь красивая и добрая традиция. Встречи руководителей ЖКХ с руководителями управляющих компаний на уровне администрации города стали постоянными. Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на очередном таком совещании, был вопрос погашения задолженности управляющих компаний перед ресурсниками. Оплачивать вовремя запотребленные ресурсы – значит давать возможность строить новые и реконструировать старые сети. На это сделал упор в своем выступлении директор водоканала. Исполняя распоряжение губернатора Краснодарского края ежегодно менять 5% от общего количества сетей, водоканал успешно справился с этой задачей в 2016 году. И Анапа пошла в тройку лучших муниципалитетов края. Эти 5% в километрах проложенных труб – внушительная цифра. Я думаю, что нужно назвать цифру километра, который заменен. Это более 45 километров сетей, причем это замены качественные. Мы к этому не относимся. Скажем, мы могли заменить 63 трубы и 45 километров и сказать, что мы 5% поменяли. Мы меняем соответствующие диагнозы, которые делаем так, чтобы город работал, чтобы город жил и сезон проходил нормально и без эксцессов проходило у нас межсезонье. Город давно привык к отлаженной системе работы водоканала и даже не замечает тех работ, что ведутся ежедневно. У нас на сегодняшний день на территории муниципального образования меняется водовод в Витязево, замена идет водовода на новый, что даст городу, естественно, подача в город увеличится, потому что новые сети. То есть все эти работы направлены, потом что мы переключали? Мы сейчас меняем Витязево 6 километров водовода диаметром 600, потом меняем километров 200 на верхнюю джемотле от резервуаров до автодороги на Пакетчик. Переключение было, но практически никто не заметил. Успешный руководитель надеется на такой же ответственный подход к своему делу и от управляющих компаний. На предприятии на нашем работе 800 человек. Это зарплата, плюс реагенты, которые необходимо закупать в свое время, чтобы подавать качественно. Очень много-много идет расходов. Поэтому вы не думаете, что так все это просто. Поэтому в этом году мы будем работать с вами очень серьезно в плане взыскания задолженности. Сумма задолженности, которую озвучил начальник управления ЖКХ, огромная. Все 35 управляющих компаний заложали более 70 миллионов рублей тепловым сетям. Самые большие претензии к управляющей компании «Крымский вал». Вы чем работаете? Не будем работать. Вы все получаете зарплату и совершенно не заботитесь о том, что вы вовремя не оплачиваете ресурсы. Но не работайте, отказывайтесь. Если мы хотим, чтобы город жил и развивался, платить ресурсникам мы обязаны. Ремонт регистратуры в городской поликлинике планируется завершить до конца февраля. У главной приемной поликлиники поменяется не только форма, но и содержание. Время ожидания, в своей очереди, можно будет провести на диване за просмотром программ по телевизору. Появятся дополнительные окна для обслуживания пациентов, в том числе и маломобильных граждан. Напомним, средства на ремонт выделил депутат Госдумы Иван Демченко из своего личного фонда. Городская поликлиника работает практически в обычном режиме. Во временной регистратуре также пять специалистов. Кажется, что народу больше, но это эффект от уменьшения пространства. Сама очередь, как часто говорят, живая. Холл, где идет ремонт, огорожен от пациентов. Вход с торца здания. Посетители относятся к ситуации с пониманием. Конечно, неудобства какие-то есть. Вполне естественно, когда ремонт идет. Работы начались сразу после новогодних каникул. Медики говорят, что так же, как и театр с гардероба, поликлиника начинается с регистратуры. Реконструкцию называют масштабной, фактически капитальной. Новой будет не только отделка коммуникации, но и сама концепция. Диван и телевизор – восемь окон регистратуры вместо прежних пяти. Одно из них для тех, кому необходимо оформить документ или поставить печать. Еще два специально адаптированных окна будут без очереди принимать тех, кто передвигается на колясках. В целом, пропускная способность регистратуры значительно увеличится. Очень большие плюсы в этом, когда регистратура комфортная, когда увеличивается количество окон, то есть, соответственно, очереди уменьшаются. Спасибо огромной администрации, которые обратили на нас внимание. Благодаря средствам, выделенным Демченко Иваном Ивановичем, сейчас начался большой ремонт в регистратуре. Уже заготовлена новая мебель, вывеска и агитационные материалы также ждут своего часа. Ориентировочно ремонт планируется завершить к 20 числам февраля. Сегодня в Анапе начал работать передвижной флюорограф. Анапские медики получили все необходимые разрешительные документы. Передвижной флюорограф – это автомобиль на шасси отечественного производства. Внутри есть, где раздеться, сам аппарат, место оператора, а также дополнительное пространство. Электропитание от стандартной розетки. Машина предназначена для работы как в Анапе, так и в сельских округах, в том числе в рамках Дней здоровья. Графики работы будут составлять по запросам медиков на местах, а также представителей территориального местного самоуправления. Ключевая задача – ранняя профилактика смертельно опасных заболеваний. Мы сделаем максимальным охват населения флюорографическим обследованием. Это люди, которые считают себя здоровы, которые длительно не проходили рентгеновского или флюорографического обследования. Мы постараемся обхватить эту категорию. Плюс у нас есть отдаленные населенные пункты, люди социально слабо защищенные, которые не могут себе позволить приехать, например, в городскую поликлинику для прохождения флюорографии регулярно. Мы будем ехать к ним, к этим людям, к этой категории населения. День студента во фраках и бальных платьях. Для анапской молодежи был организован зимний бал. Эта яркая традиция зародилась в Анапе в прошлом году и понравилась современной молодежи. Глава города Сергей Сергеев с удовольствием принимает участие в этом событии. Вальс, кадриль, полька и полонез, а также стихи великих русских поэтов. Такой формат празднования Дня студента ребята выбрали сами. Торжественное мероприятие в городском театре объединило студентов шести анапских учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. На паркет вышли свыше 200 парней и девушек, одетых в строгие костюмы и роскошные платья. Молодых людей, студентов и школьников приветствовал и поздравлял глава города-курорта Сергей Сергеев. Рад, что зимний бал становится в Анапе тратиться. Уже сегодня этот зал практически не вмещает все желающие. Это хорошо, мы подберем больший зал. И я уверен, что на будущем будет более жирная программа. Я поздравляю вас с праздником. Желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья, чтобы вы с уверенностью смотрели в свое будущее. И будьте уверены, сегодня и президент нашей любимой России Владимир Владимирович Путин, и губернатор Краснодарского права Венинавич Вендратенко, Да, наверное, все администраторы думают о том, чтобы наша страна была сильной, могучей и, самое главное, комфортной для проживания будущего поколения. Для вас. С праздником вас. Всего самого-самого хорошего. Также глава курорта отметил, что сегодня делается все возможное для того, чтобы молодежь возвращалась и оставалась в родном городе. Ведь будущее Анапы в руках молодого поколения. Самые активные студенты в этот торжественный вечер были награждены благодарностями главы города курорта Сергея Сергеева. Сегодня 27 января, ровно 73 года с момента освобождения блокадного Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. В рамках этой памятной даты в Центральной городской библиотеке школьники и студенты встретились с участниками тех страшных событий. Жители осажденного Ленинграда от первого лица рассказали молодому поколению, какой ценой далась победа, в которую каждый из них внес свой вклад. Это настоящая встреча поколений, на которой молодежь знакомится с частью своей истории, что называется, из первых уст. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. В осажденном городе от голода за это время погибло более 630 тысяч человек. Александр Орлов – непосредственный участник тех событий. Вот уже более 20 лет он возглавляет в Анапе общественную организацию «Блокадники Ленинграда». Несмотря на то, что минуло 73 года, он до мельчайших деталей помнит все подробности того страшного времени. И кору деревьев кушали, и крыс ели, и собак, и кошек. И всех кошек и собак всех в Ленинграде к 42 году съели. И только в 43 году горосполком, Ленинградский горосполком вынес решение. Из Ярослава целый эшелон пришел, мяукающая дивизия их назвали. Крыс было столько, это армия просто, их давили танками, машинами давило. Но их невозможно. Мама у меня пошла на работу, ее чуть не съела. Она вовремя успела видеть, что идет по улице целая, ну, я не говорю, ну как, волна. Волна прям как кошеки крупные, они отъевшиеся, полно трупов, они еды навалом. Если на их дороге встречался человек, который ослабленный от голода, они его моментально сжирали. С каждым годом участников военных лихолетий становится все меньше. Сегодня на встречу с молодым поколением пришли немногие. Александр Орлов, Галина Яшкина, Тамара Навражных, Владимир Пуганов и Галина Мальгунова. И у каждого из них своя история в осажденном городе. В то время они были такими же, как и школьники, которые сегодня пришли на эту встречу. А вот испытания на долю детей-блокадников выпали совсем не детские. У нас детей организовывал дворник был, и участковый, милиционер называли мы. У нас всегда была обувь резиновая. И вот мы, мне давали два мальчика, или меня к ним, как говорится, присоединяли. И как бомбежка, а это точно, бомбежку я помню. И нас на крышу с ребятами во главе с дворником. И мы сбрасывали, как вот прекратится немножко бомбежка, мы сбрасывали фугаски. А разбрасывали фугаски, значит и не было пожаров таких больших. Каждый блокадник рассказал свою историю жизни в осажденном городе. И все эти рассказы не были похожими друг на друга, но показали, насколько мужественным, смелым и стойким было это поколение. В ответном слове молодежь Анапы поблагодарила ветеранов творческими подарками. Прозвучали стихи и песни, посвященные Великой Отечественной войне. А в завершении встречи организаторы мероприятия подарили гостям продуктовые наборы, памятные подарки и цветы. На анапских водоемах образовался тонкий лед. Управление гражданской обороны и защиты населения рекомендует анапчанам быть осторожными и не выходить на водоемы. Родителям в эти дни стоит усилить контроль за детьми. Идет резкое похолодание. Сейчас минус 5-7 на территории. Выходные дни будут держаться. А понедельник, вторник мы прогнозируем еще сильнее морозы до минус 10-12 градусов. С учетом того, что у нас в это время будут прогнозироваться еще так же северо-восточные ветры, значит ледостав, который уже сейчас динамично развивается, он будет развиваться и дальше на водных объектах. Поэтому сейчас уже производится мониторинг всех объектов, выставлены предупредительные аншлаги. И в выходные дни мы будем усиленно патрулировать все объекты с целью недопущения выхода на лед. Хочу сразу сказать, что толщина льда на данный момент у нас составляет 3-4 сантиметра. Гарантированно находиться на льду можно только при толщине льда до 12 сантиметров и выше. До таких величин, скорее всего, что до 1-2 февраля ледостав не дойдет. И еще хотел сделать акцент на одном моменте. При низких температурах резко возрастает угроза бытовых пожаров в частном секторе. Тоже обращаюсь к жителям и гостям Анапы усилить контроль за детьми, за престарелыми, за состоянием проводки, за правилами безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Комиссия по делам несовершеннолетних Анапы подвела итоги работы. На заседании говорили о состоянии преступности среди несовершеннолетних и преступлениях, совершенных в их отношении в 2016 году. А также рассмотрели меры по предупреждению. В Анапе по итогам минувшего года несовершеннолетними и с их участием совершено 35 преступлений, что на 5 меньше, чем в 2015 году. Не допущено совершение преступлений подростками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. С 6 до 4 снижено количество преступлений малой тяжести, с 5 до 1 средней и с 6 до 3 особо тяжких. Не допущено и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также фактов умышленного причинения вреда здоровью. Задача от заместителя главы – уделить особое внимание каждому подростку, совершившему проступок. Давайте совсем абсолютно индивидуально по каждому и посмотрим. И в рамках наших традиционных уже совместных требований по каждому ребенку информация. Как причин, следствие, меры. Несмотря на положительную динамику, работа по профилактике преступлений среди подростков не должна прекращаться ни на минуту, продолжает Людмила Марашова. О том, какие для этого принимаются меры, доложила начальник управления по делам молодежи Екатерина Боровская. Индивидуальная профилактическая работа – это работа клубов по месту жительства, основная часть, которая располагается на территории сельских округов. Следующее направление – это вовлечение в волонтерскую деятельность. Еще из одних приоритетных – это, безусловно, является проведение мероприятий, в том числе спортивных, массовых, с большим привлечением охвата населения и молодежи несовершеннолетних. Также Екатерина Боровская рассказала о работе по выявлению торговых объектов, осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции, а также пиротехники несовершеннолетним. Здесь большую помощь оказывает специально созданный молодежный патруль, в котором участвуют молодые люди от 18 до 29 лет. Бесплатно проверить состояние здоровья своих детей смогут жители Виноградного сельского округа. 28 января в участковой больнице номер один, поселка Виноградный. Там с 10 до 14 часов пройдет День здоровья для детей. Бесплатные консультации и скрининг-обследования проведут педиатр, невролог, офтальмолог, лор-врач, хирург-ортопед и детский стоматолог. Также будут проводиться обследования измерения роста, веса, а также ЭКГ и ультразвуковое исследование. Наш генеральный партнер – производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей всегда можете найти на нашем сайте www.anaparegion.ru До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова